А мы тут плюшками балуемся. Мы тут рисуем. Решили порисовать. Смотрите, сколько кисточек. Вот такие мольберты. Краски разные. Ну, пока что такими акриловыми. Есть у меня еще и масляные я купила, но пока так. Я буду рисовать сейчас пейзажи с туманами. А Деня, ты что будешь рисовать? Не знаешь пока? А он что-то там мастерит. Что-то там заклеивает. Какие-то фигуры сделает. Потом будет это все закрашивать. Доброго всем понедельника утра. Я иду к соседке на кофе. Несу ей подарочек. Чашечку. Так, уже нужно снимать вот это все. Ну, дождемся 13 января. Смотрите сюда. У меня нарциссы выросли. И выпустили бутоны. Смотрите на этих бедолагов. И что? И сегодня обещали ночью минус 5. И все. Чувствуется так уже холодно. Я вот сейчас держу на весу камеру. И руки мерзают. Минус 5 обещали. Это что, снег что ли пойдет? Иду к соседке. Топ-топ одела такие кроссовки с мехом. Которые я покупала Денису в Москве, кстати. Посмотрите на эту траву. Это что там? Почему трава не может быть летом такая у соседки? И чтобы ее не косить. А летом она большая вырастает. Так, я еду за Денисом. Сейчас вечер. Понедельник. Чем я сегодня целый день занималась, не поверите. Целый день просто. Как бы сначала я отметила, что у меня почему-то... Трубку телефона, такого домашнего телефона. Вообще тишина полная какая-то. Вообще ничего не понятно. Полная тишина просто. Я такая нифига себе. Захожу на мой контракт, который в прошлом году я поменял на более мощный интернет. И я там не вижу моего телефона домашнего. Ну, как бы мобильный есть в этом контракте. А домашнего как будто бы и нет. Фикс здесь называется, так телефон фикс. Ну, то есть такая обычная линия домашняя. И такая не поняла. Причем иногда, когда там что-то сбивается в настройках так раз, и там хотя бы что-то шуршит. Но если, типа, где-то какая-то авария на линии из-за того, что ветра у нас были там и так далее. Сам интернет есть, все прекрасно работает, а телефона нифига нет. Не понял. Я, короче, звоню туда, попадаю на коммерческий отдел. Они смотрят мой контракт и говорят, что у вас есть фикс телефон. Че, вы, вот-вот номер его. Я говорю, ну да, есть, только у меня он не работает. Меня, значит, на технический отдел переключили. И там вот это туда-сюда, короче, гоняли-гоняли. А он мне начал там говорить, что нажимать, как, что делать. Я все это нажала, нифига не работает. Короче, и пока я разговаривала с коммерческим отделом, кстати, она мне такая сказала, да, я вот у вас вижу, у вас есть телефон, есть вот в вашем контракте. Ваш контракт подразумевает фибру интернет, вот этот вот высокий, высокоскоростной. Это мне сообщает машина, что снег будет, типа, представляете? У нас сегодня ночью обещали минус 5. Я сегодня машину накрывать больше, чтобы она не замерзла на завтрак. В общем, у меня в контракте, они говорят, у вас в контракте есть мобильный телефон, интернет сверхскоростной и фикс телефон. Причем я могу звонить в разные страны бесплатно, на домашний тоже телефон, в том числе и в Россию. Ничего не изменилось, кстати, в связи с санкцией. Все равно я могу звонить бесплатно. Плюс еще, говорит, телевизор мы видим тут. Я говорю, что это телевизор? Каналы, 140 каналов. Я говорю, да ладно. А я даже и не знаю, не знаю, короче. Мне вроде как и не нужно он был. Я говорю, а что для этого нужно? Как его подключать-то? Они говорят, декодер. А вы что, не получили декодер? Я говорю, нет, я вроде как не заказывала. А он что, платный? Нет, бесплатный. Ой, говорю, давайте. Короче, футболили меня, футболили туда-сюда, сервис на сервис. В итоге мне скоро придет вот этот декодер. Я его все-таки взяла, потому что еще не пользоваться, да? Плюс все поправилось само почему-то сразу же после звонка туда в техсервис. У меня все начало работать. Телефон. Все нормально, все выяснилось. Потом я такая думаю, раз год так начался, дай-ка я посмотрю, что у меня творится с моей страховкой медицинской. Потому что всегда же она как бы до 31 декабря была, она в принципе у меня всегда возобновлялась автоматически, потому что я была как бы, ну, не переходила черту вот от этого вот, ну, доп. страхования медицинская. Ну, типа там, когда ты не переходишь в черту таких-то доходов, то тебе на доп. страхование это бесплатно, автоматически возобновляется. А тут я такая захожу на свой туда счет медицинский, и что я вижу, я вижу, что мы с Денисом вообще не застрахованы вот этим доп. страхованием. Продолжаю дальше. Я пока Дениса тут жду, короче. Сейчас должен приехать со школы. Вот. И что я вижу, значит, у нас нету, оказывается, с Денисом сейчас, мы сейчас не можем ходить особо к медикам, и вообще, чтобы с нами ни до бога ничего не случалось, потому что у нас нет доп. страхования, это значит, что нам очень гипердорого будет все это. Ну, к нашему, ну, как бы, доктору семейному будет не так дорого, а ко всем остальным специалистам это все гипердорого. А почему я стала это смотреть? Потому что я все-таки решила Дениса отвезти к специалисту по ногам, к хирургу, да, я все время не хотела, тянула я все это дело. Мы ходили к подологу, который нам выписывал стельки, потом ходили вот на массажи, на всякие упражнения, специальные, а к хирургу не хотелось идти, потому что вот сейчас он скажет, что это вот последняя стадия, третья, да, плоскостопие, что нужно обязательно оперировать, и вот это вот, я даже представить себе не могу в страшном сне, операция на ногах, на стопах, и потом вот это лежать 100 лет с компьютером, да, и кушать, и вот этот вот разъевшийся ребенок, который уже и так в 13 лет, метр 86, ну, в общем, вот это все мне совершенно не заходит совершенно. Пусть делает упражнения, катает эту палочку всего лишь каждый день, чтобы нормально у него все было с ногами. В общем, ну, в любом случае, хотелось ездить к этому, посоветоваться, может, какие-то специальные, ботинки существуют, какие-то специальные упражнения там и так далее, и поэтому я пошла смотреть вот на эти свои страховки, а так мы к врачам ходим крайне редко. И что я вижу, короче, у нас нет доп. страхования, я захожу туда, где у меня было вот это вот бесплатное, сэйми он называется во Франции, и там читаю, короче, что, ну, вы можете, конечно, сделать запрос, мы это рассмотрим, но типа того, что, ну, я, в принципе, перевалила свои доходы, да, потому что декларация за прошлый год, я перевалила свои доходы. Вот, Денис приехал. В общем, я сегодня целый день искала вот эти вот доп. страховки, просто, ну, как бы сравнивала цены, сравнивала, какие они там предлагают функции, их такое количество, просто бешеное. Я, конечно, пошла в нашу страховую ВАКСа, в которой я работала, и в которой у меня застрахован дом, думаю, пусть там же будет. Вот, она мне прислала две формулы такие, ну, более-менее такие, это 106 евро, короче, либо 86, либо 106 евро, со всякими там опциями вот эти страховки. И вот я сейчас в таком раздумии, потому что, ну, с одной стороны, АКСа – это не вот прям специалист по медицине, но, с другой стороны, у меня там контракты, как бы я знаю этих людей, вот это агентство. И вот мне еще нужно завтра съездить к Куртье, который, типа, рассчитывает лучшую страховку. Короче. В общем, еще нужно выложить дофига денег, чтобы у нас было нормальное медицинское страхование. Здесь у нас еду к Наташе. Денис поехал впереди меня на автобусе. Эх. Не хочешь, чтобы я его везла, потому что это по моей дороге прям. Нет, хочу на автобусе с дружбанами, короче. Так, еду к Наташе, потом Матьен, потом Ира, которая прилетела ночью этой. Пойдем с ней посидим, кофе попьем. Такая программа у нас. Вот, Денисов автобус. Прикол. Смотрите, у нас здесь во Францах, между прочим, до сих пор еще новогоднее украшение. Я так думаю, что до 13-го, наверное, точно будут. Наверное, люди в курсе про 13-е. У меня, кстати, соседка, я к ней вчера ходила на кофе, и она говорит, что они отмечали Русское Рождество, свое Рождество, с семьей, потому что они не могли собраться никак до того. Все были в разных местах, на отдыхах там и так далее. И вот 20 с лишним человек собирались на Русское Рождество, праздновать Католическое Рождество, не поверите. Так вот. Так что вот, никто ничего не убрал еще, смотрите. Так, вот так вот. Чири-ти-ти-ти-ти-ти. Так, Ира, где мы с тобой будем кофе сегодня пить? Оз Америка или Кристал или еще где-то? Вот я еду сейчас к лицею, ой, к колледжу его, к колледжу, а автобус его еще туда не поехал, он должен весь город объехать. То есть я бы его раньше даже привезла бы, но он не захотел, он захотел с самими дружками объехать весь город. Вот так. Им там весело. Денис совершенно не мотивирован на учебу. Ничего не хочет, вставать не хочет. Утром это вообще, чтобы разбудить это что-то. Ну, наверное, все так сейчас в зимний период дети. Ну, в общем, очень трудновато что-то нам вставать. И никакой нет мотивации к учебе. Черт, как все делает. Не знаю, как он закончит этот год. Но он мне уже начал поговаривать о том, что, ну, пофигу, я тогда останусь учиться с моими одноклассниками бывшими. Ну, типа на второй год останусь. Дурдом, короче, полный. Я думаю, что там папенька постарался тоже, потому что папенька у нас три раза оставалась на второй год. Я думаю, что он тоже постарался со своими речами там вдолбить ему в голову. Плюс еще все учителя наверняка. Че это тут перескочил мальчик? Ну-ка, ну-ка, приземлись. И его дружбаны все, вот эти игроманы, блин. Которые его год, ну, годов, его лет, как бы, те, с которыми он раньше был в классе. Но так как он перескочил, он теперь в старшем классе, и вот чтобы, типа, обратно к ним вернуться. Ну, я думаю, что у него такая стратегия ничего не делать и плохо делать уроки. И вот в такой ситуации, вот мне, например, обидно, да, потому что я тратила свое время, драгоценное, когда он был в школе дома. Ну, как бы, старалась ему создать вообще максимальный комфорт, купить лучшие ущебники, тетради там и так далее. И благодаря этому и нашим вот этим усилиям он был переведен через класс, как бы, ну, то есть, ну, нормально сдался. Ну, то есть, комиссия приняла решение, что он знает отлично всю программу того класса, который был после, ну, в который он должен был, по идее, идти. А он его, мы уже ее сдали, всю эту программу комиссии. Поэтому перескочили. И тут выясняется, что вот так вот. И в этой ситуации, вот как вы думаете, учителя и, ну, вот сейчас будет, например, скоро комиссия по... Будут ему разрешать идти вот в тот лицей, который я говорила. Или же, или нет. И вообще, как он будет переходить в следующий класс или нет. Уже вот сейчас, в январе, будет эта комиссия. Ну, по всем детям. Будут давать свою визу. Конечно, до конца года, ну, предварительную визу, так скажем. И вот скажите, задачи учителей и психологов, школьного психолога, другого психолога, к которому мы, наверное, больше уже не пойдем. Ну, может, я схожу просто ей сказать все, что я не думаю, скажем так. Вот скажите, их задача будет какая? Мотивировать ребенка, чтобы он перешел все-таки и поступил в лицей. Или же сказать ему, ну, нажимать на то, что, ой, у тебя же годик в запасе, ничего страшного. Тебе, наверное, лучше это самое, остаться на второй год, и тогда ты будешь в следующем году красавчик, с хорошими оценками. Я думаю, что второе, скорее всего. А я еду в шапке и в такой курт, ну, в бальто в таком теплом, в Москве, которым покупала. Потому что у нас минус один утром было. Да-да-да. Ну, как вы видите, снега нет никакого, хотя обещали. Ни гололед, ни снега, слава богу. Но минус один, да, сейчас вам на градуснике. И что, это лед? Нет. У меня в последнее время какое-то, я не могу завтракать что-то. Мне кажется, зашлакованность какая-то после всех праздников. Потому что утром я могу максимум выпить это вот кипяченой воды. Ну, я всегда так делаю поутру. Но потом долгое время не могу завтракать. Не знаю, сейчас, может, с Наташей вместе. Она вечно что-то вывалит на стол. Предложит что-то вкусненькое. Ну, не знаю, вот у меня вот даже, я представляю сейчас какую-то булку или какой-то шоколад там, или еще что-то. Кофе выпью, да. А что-то там есть, что-то еще не хочется. Наташа встает в 4 утра. Каждый день. Да, вот так она приучилась. И поэтому это не рано ехать. На кофе Наташе в 8 утра. Сейчас в 8 ровно. Субтитры сделал DimaTorzok Наташа меня видела уже в окно. Сейчас спускается. Представляете, вот я ехала, да? А сейчас раз, и солнце. Хотя все равно 0,5 градусов. Так, я еду к Этьену. Ну, на полчаса где-то примерно. Потому что мне потом нужно еще ехать в город. А-а-а! В компанию страховую. Ну, в это, не компанию, а кабинет Кухташи, который подбирает тебе, типа, хорошую страховку. Ай, и все тебе объясняет. Куртье, в общем, называется. И я думаю, что мы с Ирой, наверное, туда сходим, если у нее есть время. Потому что мне одной скучно. А сейчас пока заеду к Этьену, потому что он здесь недалеко живет. И как я могу к нему не заехать, если я ездила к Наташе. Конечно, Наташа мне надарила. Мы сейчас с ней разговариваем. Это часа три, наверное. Ой, нет, два. Что я говорю? Сейчас десять. И она мне надарила. Опять всего. Укажу дома потом. Блин, он запотевает так стекло. Капец, слушай. Ук Rogат. А Лондон кабак, justement, сührкой квартир. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и в последний раз. Это не просто. О. Последний раз. Итьеново место здесь называется, между прочим, я уже говорила, след волка, представляете, это вообще прикол. Короче, вот это вот, где ворота, вот здесь, раз, и дальше пошло, это все его владение, которое называется след волка. Гуси, коровы, хорошие, представляете, я сейчас еще вспомнила, вот балда вообще, я же не записала в прошлом году, в прошлом году мы с Итьеном познакомились, и я не записала, нифига, когда его день рождения. Это было 5 января, блин, как стыдно, ужас, ну хотя я ему подарила на Рождество, даже на русское Рождество подарочки, ну и какие хорошие, красотуречные, но продержать забыла, ё-моё, подруга называется. Даже не намекнул никто, блин, не из его друзей. Ясное дело, что он даже и не отмечал свое день рождения, потому что он, ну, типа, такой человек, который себе в последнюю очередь, скажем так, ну хоть намекнул бы, причем мы созванивались, я думаю, даже этого числа, пятого, созванивались. О-о-о-о, короче, надо позвонить ему, сказать, что такое, опять пишут, что риск гололеда, какой риск гололеда в 3 градуса плюс, что-то, снежинка нарисовывается. Надо, короче, ему позвонить, сказать, что вот так и так я перепутала, и что, короче, пошли в ресторан, посидим, вот, все. Надо, надо. Кстати, я в четверг иду в ресторан на обед, иду с кем бы вы думали, да-да-да, с Филиппом. Филипп тут меня поздравил с Новым Годом, и мы с ним списались, и он сказал, что вот, хотел бы меня видеть, я тоже сказала, что хотел бы его видеть, соскучилась, и он тут же мне предложил пообедать в ресторане в центре нашего города. Блин, мне надо какую-то сделать себе напоминалку, я все время так думаю, да, когда какое-то день рождение очередное чье-то проходит, и я думаю, надо мне в гугл сделать напоминалку, чтобы она меня всегда будильником будила и говорила о том, что у такого-то человека день рождения тогда-то. Каждый раз это забываю, какие-то дела меня в воду уносят опять. Сейчас еду встречаться с Ирой, попьем с ней кофейку и спокойненько сходим... А, сколько у меня времени-то осталось? Меня особо много, конечно. Ну, нет, сначала мы с ней сходим. Там я сказала, что ей тоже делать нечего. Бездельница. Не, ну просто не назначено ничего, да, сегодня. Короче, мы с ней пойдем посидим после того, как сходим в Куртье. Попащу ее с собой. Пойщу себе мютьюэлла нормальную. И да, во Франции тоже по разу идут дебильные песенки иногда. Типа, как монеточка наша, да, русская? Сейчас, короче, будет тема русская и украинка. Идут в Куртье страховых агентов и будут вычислять своим пытливым взглядом. Стараются ли нам втюхать говняшку задорого, либо делают действительно правильный выбор для нас. Ну, для меня, да. У Ир там своя страховка для беженцев. А мне вот сейчас нужно покупать будет дорогую страховку, блин. Ежемесячно платить там по 100 евро. И вот мне нужно не ошибиться в этом выборе. Прикол автобус. Ага. Мы тут сидим в Кохае. И пьем Кохае. Так, мы с Ирой прошлись по вот этим страховым компаниям, короче. Ой, нам там расписали, написали, все, что-то поширите. В общем, короче, и потом поехали мы с ней в оптику доехали. Потому что Ире тоже там нужны были очки. И мне нужно было узнать в оптике, какая из моих вот этих страховых мне хорошо покроет на будущее там всякие очки и все такое. Ну, короче, никакая, блин. Херня полная. В общем, нужно что-то еще опять шевелиться, опять что-то искать, какой-то еще доход посерьезнее. Дурдом, короче. Полный. Как выгодно во Франции быть нищим, как говорится. Ну, с одной стороны, выгодно, конечно, с другой стороны, невыгодно. Ты меньше себе можешь позволить. Но вот этот минимум, который ты можешь себе позволить, он тебе бесплатен. На массажки. Ничего я вот в прошлом году не записалась на массажки, дурочка, когда у меня была такая возможность. Что я там туда-сюда, к этим докторам не сходила, к этим докторам бесплатненько. Я же не хожу особо по докторам-то. И вот все было бесплатно. А теперь все. Теперь за каждого отстегивать. В этот раз я иду к другой соседушке, к португальской. Ну, французника португальского разлива, скажем так. Она приехала. И я как бы, когда зовут, иду, потому что откладываю все дела и иду. Потому что нужно всегда поддерживать связи нужные и приятные. Следующая среда. Дениса отвезла в школу. Приехала домой. Сейчас буду чистить опять товарища каминового. И делать всякие дела административные. Искать эту метеорию страховую дополнительно. Смотрите, на улице белая. Сегодня утром было минус два. Сейчас вам покажу. О! Ну, чуть-чуть так. Чуть-чуть зимы. Ля-ля-ля-ля. Так, а я сейчас сяду монтировать. Сделаю. Быстренько выложу. И хочется мне сегодня уже начать опять снова встать на лыжи. И начать снова записывать видео для вас. Потому что эти дни, это просто какая-то была бешеная беготня. Но сегодня постараюсь даже на лайф выйти.